В середине февраля по всем крупным городам России проходят Дни памяти, посвященные 30-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана. Согласно указанию Владимира Путина, данному еще 27 апреля прошлого года в ходе встречи с Советом Законодателя России, к этой дате приурочены праздничные концерты, на которых в качестве почетных гостей присутствуют бывшие воины-интернационалисты. Инициатива проведения памятных мероприятий в ознаменовании вывода войск поступила более 12 месяцев назад в администрацию президента отряда ветеранских организаций. Во многих населенных пунктах России уже много лет как открытые мемориалы, посвященные советским бойцам, честно выполнившим братский долг. Вывод войск завершился 15 февраля 1989 года по знаменитому мосту дружбы над Амударьей между афганским городом Хайратон в северной провинции Балх и узбекским Тернезом. Политическое решение об окончании военной помощи афганскому правительству со стороны СССР было принято Михаилом Горбачевым в декабре 1987 года. В ходе парламентских слушаний, проведенных по инициативе председателя Комитета по обороне Владимира Шаманова, депутаты приняли решение о безусловной компенсации расходов, понесенных родственниками для установки памятников Героям Советского Союза. Согласно запросу члена Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимира Мильника, было принято решение ускорить предоставление социального жилья воинам-интернационалистам. Парламентарии утвердили также текст нормативного акта, предписывающий средней школе выработать единый подход для правильного освещения исторической роли, сыгранной ограниченным советским контингентом на территории Дружественной Республики Афганистан.